Прогнозы 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 То есть сегодня построили мост, а завтра проектируем реку. Поэтому я внимательно посмотрела программы кандидатов. Более того, у нас в нашей корпоративной газете задали 10 неудобных вопросов ректорам. Кандидатам. Да, будущим ректорам, кандидатам, как хотите. И по этим ответам можно судить, насколько каждый из кандидатов ответственно относится к тому, что он обещает. Вообще мы, филологи, считаемся скорее романтиками, чем прагматиками. Но филология как раз показывает, как слово моделирует действительность. И поэтому, когда нам говорят, что бутылка наполовину пустая, это один взгляд. Бутылка наполовину полная, это другой взгляд. Так вот, поэтому филологи не романтики, они прагматики, они хотят пощупать реально, что есть. Вот на сегодняшний день то, что реально есть, я вижу в той программе, которую предъявил Владимир Иванович Струнин. Я не просто вижу программу, я знаю, как мы отработали с ним эти годы. Это телестудия, которой не было. Вложены средства, совместные факультеты и центральные средства. Это образовательные программы, которых мы открыли аж три и начали зарабатывать. Без поддержки ректората мы бы это не сделали. Даже цифры приема на журналистику, которые мы получили, ноль. После поездки Владимира Ивановича в министерство мы получили 10 мест. То есть журналистика не умрет в Омском регионе. То есть есть реальные действия, о которых можно сказать. Слово держит, стратегию видит, пути решения, достижения целей знает. Про других я этого сказать не могу. Вот основа для моего выбора. Второй тур. Я вот, понимаете, не очень хорошо представляю мотивы тех людей, которые поддержали других кандидатов. Часто, как вы знаете, голосуют люди не за кого-то, а против чего-то. Наверное, у них были свои мотивы. И поэтому я не знаю, слышат ли они то, что говорят кандидаты. Прочитали ли они программы и поняли ли они, где слова, а где моделирование воздушных замков. И поэтому я не могу прогнозировать. Я полагаю, что Владимир Иванович имеет все основания для победы. А вот как будут выбирать сердцем или другим органам, который приспособлен для выборов, я не знаю. Подождите, узнаете. Директором должен быть тот человек, который изберет конференции. Преподавателей, работников, учащихся. Омского государства университета имени Федора Михайловича Достоевского. Какой еще ответ? Да, я считаю, что победа будет, да. Трудно сказать, трудно сказать. Сейчас как пойдут прения. Ну, вообще-то говоря, регламент рассчитан на два тура. Поэтому настраивайтесь до восьми часов быть здесь. Продолжение следует.